Доброго времени суток дорогие друзья меня зовут Елена и вы на канале в гостях у Ленки Пинки сегодня у меня будет видео посвящено лилейнику у меня на участке я уже вам показывала появился газон сейчас он уже прям заметно подрос его необходимо подстричь но не в этом дело перед газоном у меня появился сортовой лилейник на моем канале уже есть видео о том как я рассказываю как я ухаживаю за лилейником который расположен перед домом это самый обыкновенный лилейник который многие воспринимают больше как сорняк что он есть и есть там полил не полил захотел полил захотел не полил а здесь у меня именно сортовые лилейники расположены они у меня в грядочке вот посмотрите обратите внимание она у нас совершенно невысокая здесь вот высота сверху порядка десяти сантиметров сделана она из шифера внутри мы насыпали свежий природный плодородный грунт и чтобы не было травы у меня здесь лежит укрывной материал пока чтобы его ветром не сдувало так как я все это переделала в этом году лежат кирпичи половинки а затем дальнейшем я хочу заложить красивыми камушками то есть вот такая вот идея будет соответственно я его не смогу прорыхливать то есть там постоянно будет примерно такая вот такое вот состояние в принципе при желании можно все это снять приподнять слегка и затем прорыхлить как мы его посадили сделали грядочку насыпали грунт уплотнили его разровняли все затем я положила материал и в материале сделала крестообразные надрезы всего у меня 1 2 и 3 предполагалось что здесь будет расти 3 лилейника ну что-то пошло не так я увидела в магазине еще один сорт и купила и там вот в серединке у меня есть малыш но пока от него толку 0 поэтому его можно и не считать и тогда если что он у меня убежит отсюда так как эти вы махали очень огромные я их посадила уплотнила поливала сразу практически я начала поливать их обычной водой так как у нас был свежий этого года плодородный грунт он был вместе с навозом с перегноем витаминизировать я его не стала дабы у нас не было переизбытка витаминов и цветы вот так вот отлично поперли высота вот этот самый первый это гибридный у меня и я не уверена конечно точно потому что цветопередача хромает и самые первые которые у меня вот расцветали они были аж практически черными я думала что это гибридные black stocking но вот сейчас он знаете он все-таки вот больше к насыщенному вишневому цвету вот эти вот уже распускаются так что это стопроцентный гибрид но я уже и не уверена что это black все-таки он гораздо светлее не знаю с чем это связано но цвет уже прям заметно светлее поэтому необходимо пересматривать картотеки и какой это цвет однозначно это гибридным и что я хочу сказать давайте тогда назову сразу далее у меня еще один этот очень такой красивый смотрите какой он замечательный это у нас эд браун он отличается тем что у него смотрите какие волнушки красивые и цвет вот такой вот интересно самое удивительное я вам говорю я не знаю не поняла что это такое но у меня ощущение что у них меняется слегка оттенки в середине или это просто очень сильно хромает цветопередача в телефоне потому что у меня на фотографиях они выглядят совершенно по-другому и самый простой это анзак вот такой вот он на самом деле красненький телефон не передает полностью точный цвет видите у него при простые обычные листочки и они такого красного цвета внутри желтая серединка и того получается у меня здесь три сортовых лилейникам что я хочу сказать что касается ухода за ними они у меня появились достаточно давно но особого цветения я не видела так совпадало что ранее в летний период мы уезжали в отпуск и поэтому я уезжала они еще не цвели я приезжала они уже не цвели поэтому я знала только вот вот этот цвет что у меня вот он желтенький был и он был очень ярко желтенький эти я даже не знала как какой у меня расцветки то есть по факту они меня радуют вот только сейчас ранее вот здесь у нас был просто грунт и они у меня здесь сидели так 1 2 3 затем дорожка там свекла или перчик что-нибудь такое то есть овощи и получается что у меня здесь они астопа и получается они у меня здесь были под прямыми солнечными лучами им было очень жарко они выгорали и поэтому можно было с утра выйти то есть я их не видела как они цветут а обычные цветочки которые у меня здесь были то есть я с утра выхожу лето жара южный федеральный округ то есть они с утра еще не распустились а к вечеру они сгорели все увяли и листовая масса была очень скудная немного листиков они были мелкие то есть они тут сидели у меня ботва свекольная было раз пять больше чем они и в общем им тут было плохо потому что был прямой солнечный свет у них никакой тени не было им было здесь некомфортно в этом году мы переделали и почему я говорю очень огромное значение имеет расположение и свет теперь здесь малина они сидят под малиной малина натянута проволока и соответственно малина не падает но дает отличную тень как вы видите там анзак он вообще прям в тени сидит и эти в результате в этом году вы сами видите как они у меня поверли они очень высокие листы вы махали просто шикарным вот этот наш гибрид он вместе с цветочком метр высотой получается здесь вот сами видите верхние листочки вот они тоже такой же высоты для сравнения предыдущие варианты когда он был под палящим солнцем 20-30 сантиметров поэтому в уходе первое расположение имеют громадное значение и свет имеет громадное значение далее поливаю наравне с обычными цветами с вот у меня дальше тигровые лилии грядка с лилиями там виктория все ежедневный полив просто обычным шлангом поливаю витаминизирую витамины получают все цветы у меня один раз в месяц то есть я беру леечку наливаю воду в нее добавляю витамин тут вы решайте сами какой вы хотите универсальное удобрение или для бутонизации делаем пропорции меньше чем заявлено на упаковке слабенький раствор и проливаем их просто леечкой подпушивать я ничего не подпушивают так как у меня укрывной материал и потом будут камушки далее цветочки наши когда отцветут у меня еще ничего не отцвело как вы видите здесь вот еще наращивается бутончик вот бутончики вот бутончики и на той стороне соответственно тоже как только они полностью отцвели нам эти дудки цветоносов не нужны мы их отрезаем и имеем красивый внешний вид осенью я его подстригаю практически под самый корень когда листовая масса начинает засыхать укрывать ранее я вообще не укрывала принципе то есть он у меня так и оставался и вы видите он отлично зимовал но у меня еще раз повторяюсь южно-федеральный округ у нас зиму могут быть очень и очень теплые в этом году так как здесь грядка я в принципе все грядки мы бросаем сверху кровной материал у нас очень много ваты и шифер то есть вот таким вот вариантом мы укрываем на зиму и весной уже естественно открываем на проветривание и в конце я еще знаете хотела бы добавить вот то что я имела в виду какое значение имеет расположение мы построили в этом году беседку и я досадила сюда еще два лилейника это тоже лилейники только они маленькие вот здесь этот уже отцвел маленькими желтенькими колокольчиками цветет здесь тоже маленькие цветочки красненькие такие ближе к коричневому кончики и внутри желтенькая серединка я уж простите название точное забыла я его потом напишу и вот смотрите здесь палящее солнце здесь доска и результат они полностью выгорают очень надеюсь на следующий год может быть они будут более сильными как вариант что и мы их пересадили попозже уже когда было жарко и поэтому они выгорели ну вот а у них внешний вид и как вы видите совершенно другой то есть жара солнце светит и все и они сдулись а махом вот она уже у нас все засыхает то есть это необходимо убирать это обстригать о сорняк выскочил и здесь тоже это тоже нужно будет убрать и вот видите какой результат получается поэтому обращайте очень большое внимание на свет на то сколько солнце поступает все-таки ему нравится что было хотя бы небольшая но тень у меня перед домом вдоль яблони лилейник обычный который растет он огромный а тот который просто вдоль тротуара идет где нет никакой тенью по факту ну там легкая легкая паутень идет то есть он более мелкий более низкие выгорающий поэтому на этом собственно и все большое спасибо что вы смотрите мои видео ставите лайки и дизлайки что вы смотрите рекламу всего вам доброго до новых встреч надеюсь мое видео было для вас очень полезным так и как у у Продолжение следует...